Здравствуйте! Вы попали на кулинарный канал диетолога Скачко. И в этом видео я врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Расскажу вам, как приготовить семена льна для поджелудочной железы, чтобы вылечить или перевести в ремиссию хронический панкреатит. И не попасть на обострение хронического панкреатита до острого. К сожалению, результаты там очень печальные. Только 15% выходит из этого состояния с диабетом первого типа. А остальные 85% уходят в реанимацию. И там возможны совершенно неблагоприятные последствия. В этом видео я вам расскажу сразу про несколько способов. Распространенных способов, как готовить семена льна. А вы узнаете, насколько они полезны. Или возможно не очень полезны для вашего здоровья. Каждый способ имеет свои и положительные, и отрицательные свойства. И в зависимости от вашей генетики, от возраста, от пола, от уровня здоровья могут вам быть полезны. Либо нести вам скрытую угрозу в виде обострения хронического панкреатита. Итак. Пожалуй, один из самых распространенных способов готовить семена льна. Их используют в выпечке. И когда вы берете какое-то кулинарное изделие, и там цельные семена льна, вы должны научиться правильно жевать. А именно, пережевывать семена льна до однородной массы. Как это говорит восточная медицина, как это говорит мудрецы. Твердую пищу нужно пить. Семена льна даже термически обработаны таким способом. Твердая пища. И если вы не разживете все семена льна до однородного состояния, по закону подлости, тяжелый предмет попадает туда, где может нанести наибольший вред. Попадая из желудка в двенадцатиперстную кишку, семена льна может попасть в выводной проток поджелудочной железы. Либо желчного пузыря, либо общий проток, где выделяются оба секрета одновременно. Заклинился проток. Ваша поджелудочная начинает работать. Вырабатывает больше сока. А выхода нет. Поднялось давление. И у вас обострение хронического панкреатита. Если у вас было обострение хронического панкреатита. Может обостриться до острого. Впоследствии я уже вам рассказал в видео. Отмотайте вначале, если вы пропустили эту важную информацию. Что может быть? Понятно. Если вы попадали на такие случаи внезапного ухудшения после кондитерских изделий с семенами льна, напишите в комментариях. Да! У меня такое было! Но! Больше не будет! Берите кондитерские изделия без семян льна. Они тоже вкусные. Они тоже могут принести вам пользу. Без риска для вашего здоровья и вашей жизни. Как еще используют семена льна? Очень часто используют семена льна с кефиром. И несущественно. Вернее, есть разница. Часто используют цельные семена льна. Добавляют в кефир. Вода, которая есть в небольшом количестве. Все-таки свободная вода в кефире есть. Семена льна набухают. И вам кажется, что они теперь готовы отдать все свои полезные вещества вам. Льна. Только в том случае, если вы вновь до последнего семени льна будете разжевывать в однородную массу. Я бы сказал, до молекулярного состояния. Иначе механическую функцию вновь нельзя отменить. И одно непережеванное семя льна в этом случае может служить обострением хронического панкреатита. Если вы как лошадь будете глотать семена льна не пережевывая. А у вас нет хронического панкреатита. Это один из известных способов снизить вес. Семена льна с кефиром. Прекрасно ускоряется движение содержимого по кишечнику. Вы не перевариваете пищу. Калорийность вашей диеты снижается. И мало имеет значения исходная калорийность. Пища пролетела по кишечнику не усвоившись. Вам кажется, что у вас прекрасное быстрое снижение веса. На самом деле очень дорогой ценой. Пища, не переварившись вами, будет переварена патогенными бактериями в кишечнике. И не важно, это будут условно патогенные, их называются профиты. Либо конкретно патогенные, их так и называют. В любом случае вздутие живота ограничивается подвижность диафрагмы. И если у вас была вегетососудистая дистония, особенно по гипотоническому типу, у вас жесткий риск. Если у вас был атерослероз сосудов сердца, коронарных сосудов, сосудов мозга, вновь риск. Легко спровоцировать таким образом приступ ишемической болезни сердца. И последствия могут быть самые разные. А что у вас было в исходном состоянии? Это семена льня, в которых полно полезных веществ. Но! Они таким образом не работают. Для того, чтобы их получить, нужно немножко приложить труд. И несколько иной, чем просто бросить ложку семян льня в стакан кефира. Поэтому этот способ также можно использовать. Если вы хотите таким образом экстремально снижать вес, то вы должны быть уверены, что у вас нет вегетососудистой дистонии в состоянии обострения. А именно! Темные круги под глазами у вас отсутствуют. Иными словами, вязкость крови у вас более-менее хорошая. Артериальное давление не ниже, чем 110 на 70 миллиметров тупного столба. Это самая неблагоприятная ситуация. Когда сердечная мышца ослабленная, которой вы питание не обеспечили, не может работать под более высоким давлением. Наберите на моем канале. Или сейчас вы видите ссылочку, если у вас не отключен безопасный режим на видео. 4 основных причины смерти. Причина смерти номер один. Вы не знали, как обеспечить правильное питание сердечной мышцы. Это распространенная ошибка, следствием которой много смертей. Если вы обеспечите правильное питание, вы выходите из опасной зоны. Если вы измельчили семена льна. В этом случае, казалось бы, можно использовать семена льна с кефиром измельченные. Но их нужно измельчать до молекулярного состояния. Чтобы тонкий порошок, пройдя по пищеварительной системе, вновь не спровоцировал панкреатит. Но при этом нужно быть уверенным в том, что ваша пищеварительная система супер могучая. Потому что в измельченных семенах льна находится достаточно много синильной кислоты. Это яд общаядритого действия, который блокирует окислительное фосфорилирование. Если вам это ни о чем не говорит, то я вам скажу, что вам без разницы вытащите кислородом, азотом или любым другим газом. Синильная кислота блокирует окисление кислородом, питательных веществ и извлечение из них энергии. Солнце, которое там заложено. Иными словами не имеет значения, чем вы питаетесь. И вновь кардиологический риск. Вновь обострение дисбактериоза. Вздутие с живота. Метеоризм. Если вы будете часто использовать такие ситуации. У вас неприятный запах изо рта. Неприятный запах от тела. Начнется или усилиться выпадение волос на голове. Хуже будут расти ногти. Начнут крошиться зубы. Иными словами все эти события связаны с тем, что вы не знаете, как обеспечить правильное питание своему организму. Вы лучше кормите патогенную микрофлору кишечника. На них синильные кислота, увы, по моим сведениям, не действуют. Поэтому семена льна с кефиром можно использовать. Но если у вас могучее здоровье. В прекрасном состоянии пищеварительная система. Великолепная сердечно-сосудистая система. Ну и печень тоже лучше, чтобы работала не по женскому типу, а по мужскому. Могут использовать семена льна и из лечения делать водные. И вариантов основных два. Чаще всего готовят настой семена льна из цельных семян льна. А можно приготовить настой. Это уже будет называться каша линяная. Или каша из семян льна. В чем отличие? Так же как и с кефиром. Когда вы приготовили настой семена льна. При нагревании воды. Цианогенный гликозит линемарин разрушается. И у вас в воздухе вы дышите ароматом ацетона. В малых количествах. И токсическое действие на нервную систему. А в настое у вас остается синильная кислота. При попадании в кровь образуется цианист и калий. Ну и действие, которое он оказывает. Вы знаете. Откройте литературу. Увидите. Упал человек. Нюхаете. От него пахнет миндалем. Ну понятно. Отравился случайно цианистым калием. Бывает такое. Но. Одно дело в литературе криминалистической случайно. А другое дело. Вы осознанно неправильно готовите настой семян льна. И отравляете свой организм. Если вы приготовите кашу из семян льна. То к тем 15 процентам гликозитолинемарина. Которые находятся на поверхности семян льна. Добавляется еще 85. Которые были скрыты внутри. Чтобы те полезные вещества достались не вам. А достались растению. Семя льна запасает питательные вещества. Для того чтобы вырастить. Размножиться. И никто в дикой природе кроме людей. В принципе семена льна не ест. Только люди придумали. Что это хороший продукт питания. Обогащенный многими полезными веществами. Но. Нужно уметь правильно удалить цианогенный гликозитолинемарин. До того как вы будете использовать семена льна в пищу. Вот тогда вы реально получаете все полезные вещества. Без токсического действия. Без хронического отравления цианидами. А по-иному у вас возникают проблемы. И не важно. Вы готовите водное излечение семян льна. Из цельных либо из измельченных. Хроническое отравление никто не отменял. А как же все-таки готовить правильно? А правильно я об этом часто говорю. Для того чтобы получить правильный настой семян льна. Вот он. Достаточно просто семена льна поместить в воду. И периодически взбалтывая слизь. Контактируя с поверхностью семян льна. Набирает воду. Набухает. И механически оказывается в растворе. А цианогенный гликозитолинемарин остается на семени. Процедили. Пьете слизь. И если вас интересует. Как принимать слизь семян льна или семян льна при хроническом панкреатите. То я вам в этом расскажу прямо сейчас. А применять очень просто. При панкреатите нужно учесть, что панкреатит редко бывает изолированным. Обычно у вас есть еще к этому. Гастрит. Дискинезия желудочного пузыря. Возможно гастродолинид. Возможно язвенная болезнь. Такие видео я уже написал. Как готовить и принимать семян льна в этих случаях. При панкреатите вы должны учесть вот эти вот состояния. И принимать семена льна обязательно перед едой. Если для лечения гастрита нужно интервал 5-10-15-20-30 минут. При панкреатите примерно то же самое. Но. Немножко больше. Если у вас больше доминирует патология поджелудочной железы. 20-30-40 минут. В этом диапазоне нужно принимать холодный настой семян льна. В этом случае вы получаете одно уникальное действие. Которое происходит. Иными словами. У вас лучше начинает работать. Уменьшается воспаление в слизистой желудка 12-перстной кишки. И вы получаете бонус. А для того чтобы вылечить вашу поджелудочную железу. Семена льна. Вернее слизистой семена льна. Перемещаясь по кишечнику. Она способна продолжать набухать. Иными словами впитывает влагу. С теми токсинами которые там оказались. И несущественно вы съели недоброкачественную пищу. С консервантами. Разрыхлителями. Усилителями вкуса. И другими. Нежелательными для организма химическими веществами. Слизистой семена льна. И я вас от них избавил. Или они образовались под действием патогенной микрофлоры в кишечнике. Которому вы случайно накормили. Вместо того чтобы накормить себя. Вы кушали те продукты которые хотели кушать. А они не позаботились о том чтобы они полноценно переварились. В этом случае. Брожение либо гниение в кишечнике. И вот слизистой семена льна. Попадая вот таким образом в ваш организм. Вашу пищеварительную систему будет их накапливать на себе. Будет беречь вашу поджелудочную. Иначе ваша поджелудочная будет раздражаться этими токсинами. И поддерживаться воспалительный процесс. Количество слизи определяется лично вами. По той простой причине. Что при панкреатите. Один из симптомов. Который показывает на панкреатическую недостаточность. Вам не нужно делать анализы. Вам нужно просто утром. После того как очищается кишечник. Оглянуться и посмотреть в каком все это виде. Если у вас кал оформлен колбасовидной формы. Ваша поджелудочная железа работает хорошо. Или относительно хорошо. Если у вас кал напоминает коровьей. Не оформленной консистенции. Тут. В этом случае у вас обострение панкреатита есть. В первом случае. Вы можете слизь семя льна использовать в больших количествах. Во втором естественно в меньших. Увеличивая объем каловых масс. И скорость продвижения по кишечнику. Слизь ухудшит переваривание пищи. И вот здесь нужно найти ту самую золотую средину. Которая лично ваша. Индикатор. Я вам сказал. Иными словами. Если у вас есть панкреатит. И каловые массы оформлены. Вы можете принимать до тех пор. Когда кал будет уже мягким. Но желательно все еще оформленным. Если у вас каловые массы не оформлены уже. То наверное в этом случае вам слизь семян льна не очень подойдет. Вам нужно использовать другие средства. Улучшение работы поджелудочной железы. Улучшить способность вашей поджелудочной. И всей пищевой жизнью переваривать пищу. Кал сформировался. И вот здесь вы вновь можете использовать слизь семян льна. Для вашего здоровья и активного долголетия. Если вы понимаете что в этом видео вы получили интересную информацию. Я думаю что на этой позитивной ноте это видео можно закончить. Насколько много информации полезной. Которую можно использовать. Я вам дал. Если вам что-то осталось не ясно. Напишите в комментариях. Если вам понравилась информация. Хоть какая-то или часть. Вы можете поставить лайк на видео. Потому что вот эти нюансы. От них зависит ваше здоровье и ваша жизнь. Вы хотите лечиться семенами льна. Вы приготовили слизь. Нарушили пищеварение. Вздутие живота у вас увеличилось. Кардиологический риск увеличился. И вы не сможете написать негативный отзыв. Тому автору. Тому эксперту. Который сказал. В любом случае. Слизь семена льна при панкреатите полезна. Полезна то полезна. Но не все рекомендации безусловно полезны. Есть нюансы. Эти нюансы вы можете узнать из этого моего видео. Если что-то пропустили. Я может быть говорил эмоционально и быстро. Отмотайте к началу. Прослушайте сначала. Возможно какие-то моменты вы пропустили. А они важны для вас. Также на моем канале есть и другие видео. Подписаться на канал легко. И более 800. Я думаю что уже 900 видео на моем канале есть. В интернете можете найти более 1000 моих видео. В которых так или иначе рассказываю. Про особенности здорового образа жизни. Как правильно питаться. Как правильно пить воду. И как совершать другие действия. Чтобы вы жили лучше и дольше. На этой позитивной ноте все-таки это видео буду заканчивать. Подписчикам спасибо. Тем кто подписался. Тоже спасибо. Кто написал комментарий или поставил лайк. Ну и спасибо. Ну а в следующем видео расскажу чуть больше. О том как правильно готовить различные продукты питания. Чтобы у вас получались полезные. Не только вкусные, ароматные и красивые. Но и полезные и самое главное безопасные. Для здоровья жизни блюда. До новых встреч на моих видео каналах. Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко это YouTube. А также Школа Доктора Скачко в Instagram. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...